Защита по всем фронтам. В Самаре проходит вакцинация не только от коронавируса, но и от гриппа. В поликлинику номер 15 завезли более 15 тысяч доз вакцины. Регион получил вакцины Ультрикс-Квадри, Севигрип, Гриппол+, предназначенные для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения. А также Флю-М для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет. Какой именно следует прививаться, решит врач после предварительного осмотра пациента в зависимости от наличия противопоказаний. Детей можно прививать от 3-х месяцев, но особенно важно сделать прививки тем, у кого есть хронические заболевания сахарный диабет, бронхиальная астма, хронический бронхит, гипертония, болезнь сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний момент в соответствии с постановлением и с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Самарской области и Российской Федерации можно одномоментно вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. Поликлиника работает наша с 8 до 8, поэтому, пожалуйста, мы всех жителей приглашаем, пускай они не боятся. В 15-й поликлинике от гриппа привились более 6800 пациентов старше 60 лет. Всего вакцинацию от гриппа прошли 15900 человек. Маломобильных прививают на дому, для этого нужно позвонить в регистратуру. Медсестра Татьяна Китаева в медицине около 20 лет, но в последнее время все силы бросила на то, чтобы защитить людей от вируса. Работает в процедурном кабинете. Вакцинация по поводу гриппа можно делать совместно в день вакцинации от ковида, либо через месяц. Как правило, приходит достаточное количество пожилого возраста. На грипп достаточно много и активно вакцинируется. Павел Давыдов – студент. Говорит, в университете приходится общаться с большим количеством людей, поэтому нужно себя обезопасить. Он уже сделал прививку от ковида, теперь пришел в поликлинику, чтобы защититься и от гриппа. Время такое непростое. Слить здоровьем надо. Каждый год мы с семьей ходим, делаем прививку и до сих пор не болели еще гриппом. Пройти вакцинацию от гриппа может любой желающий. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Виктория Шарая, События.